На прошлой неделе в городской думе прошел комитет, где рассматривали ситуацию с бездомными животными в нашем городе. Одно из мест, куда принимают кошек-собак без хозяев, городской приемник. Он функционирует уже около 30 лет, и долгое время здесь не было ремонта. Территория вокруг заросла и пришла в запустение. В самом здании нет горячей воды, отопления и вентиляции. Даже большинство ламп перегорело. Услышав о том, в каком плачевном состоянии находится приемник, депутат Денис Щербуха решил взять дело в свои руки. И уже в субботу работа закипела. Все очень много говорят, и поэтому мы тут, группа депутатов, Тихов Александр Васильевич, я, Волгин Алексей Александрович, мы решили все-таки привести этот приемник в надлежащее состояние. Тут очень много достаточно проблем, которые, в принципе, можно решить. То есть, если вкратце, что мы сейчас будем делать? Первое, это значит, мы убираем с территории приемника мусор, значит, различные там поросли, которые уже заполонили полностью всю территорию, что даже собак нельзя выпустить здесь. Во все вольеры для собак сделали лежанки. Раньше они спали прямо на кафеле. Кроме того, началась установка вентиляции. В одном из помещений она уже заработала. Теперь не будет запаха, а влажность придет в норму. Следующая задача – отремонтировать выходы из вольеров, чтобы собаки могли выходить на улицу. Вот сейчас уже тоже зону выгула начали приводить в порядок. Она вся выкопанная в ямах. Мы вот привезли щебенки. Сейчас, значит, застелим, ну, грубо говоря, ее и создадим там благоприятные условия для собак. Также будут делать освещение, так как часть ламп уже не работает. В планах подключить муниципальные предприятия. В большинстве вольеров забит сток воды. Устранить эту проблему собираются с помощью машин Горводканала. С отоплением и горячей водой ситуация сложнее, но вопрос решают. Мы пришли сюда с Денисом Валерьевичем в пятницу впервые. Он увидел масштабы бедствия, скажем так. И первое, что поразило, человек просто на месте начал решать вопрос. Позвонил одним, позвонил другим. И процесс начался. Когда в субботу мы сюда приехали, когда я увидела то, что уже сделано, что много лет не делалось, потому что никому это было не надо. Слезы. Слезы благодарности, слезы радости. И не веря в то, что действительно это вот сейчас происходит. Такое состояние приемника – вершина айсберга под названием «Проблема с бездомными животными в Сарове». Стая собак живут на улицах, подвергаясь риску замерзнуть или умереть от голода. Да и многих саровчан такое соседство не устраивает. Этот вопрос нужно решать поэтапно, считает Денис Щербуха. Ну вот сейчас мы эту задачку сделаем, начнем что-то думать. Может быть, вот мне сказали, этот приемник немножко можно расширить. Это тоже как бы финансирование нужно. Может быть, подключим Российский федеральный ядерный центр к этой проблеме. Поэтому, ну, как говорится, надо начать какие-то процессы. Потому что много всех говорят, а вот дел по факту было сделано мало. Также Денис Щербуха призывает предпринимателей присоединиться к этому большому доброму делу и сообща помочь животным городского приемника. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.